На днях вокальный ансамбль «Усцелемский напевок» вернулся из северной столицы. Санкт-Петербург распахнул свои объятия на международном фестивале «Интерфолк». Среди греков, корейцев и французов жюри разглядело и печорских вокалистов. География фестиваля огромна. В Санкт-Петербург добирались солисты и танцоры из Алжира, Нидерландов, Латвии и Великобритании. 81 коллектив и 5 конкурсных дней. Накал страстей невероятный. Нашему ансамблю пришлось состязаться с народными артистами, профессорами, опытными деятелями культуры. Все представляли фольклор. Кто-то в академическом исполнении, а кто-то вот таким самым первым фольклором, какой мы сохранили. Все, что теперь есть, я считаю, в искусстве, в культуре, оно начиналось с фольклора. Со скоморохов, с балалайшников, с того же Садко. Несмотря на богатый опыт участия у сцелемов в подобных конкурсах, здесь пришлось немало попотеть. Каждая их песня сопровождалась красочным действием. Диплом за третье место и бронзовый кубок стали хорошим трофеем. Молодые участники напива впервые попали на фестиваль такого уровня. Это своего рода боевое крещение. Кое-какой опыт приобрели и уверовали в свои силы. Я почувствовал, что я могу. Но, конечно, когда первый раз вышел, я растерялся. Немножко заволновался, потому что все-таки первый раз. Интересно было посмотреть и на таких членов жюри, все-таки именитые, высокопоставленные. В перерывах между турами конкурса печерцы ходили на экскурсию по Питеру. Больше всего поразил Спас на крови. Историю Александра не раз слышали, но увидеть вживую место взрыва стало для каждого личным переживанием. Домой у Стелема вернулись напитанные энергией и готовностью к новым творческим свершениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!